В понедельник американские биржи закрылись в минусе. Несмотря на обнадеживающую июльскую статистику в строительном секторе, на настроение инвесторов негативно повлияла ситуация на международных рынках. S&P 500 понизился на 0,3%, был зафиксирован убыток в 9 из 10 его секторах. Индекс Nikkei упал на 1,6% и достиг минимума, зафиксированного больше, чем 5 недель назад. Иена продолжила укрепляться. Инвесторы по-прежнему опасаются, что японский экспорт в Китай сократится по причине деморгирующего юаня и замедления темпов экономического роста в Поднебесной. В среду падение подхватили европейские индексы, но настроение инвесторов негативно повлияла ситуация в Китае. Stoxx 600 упал на 1%, немецкий DAX 30% на 1,4%, а французский DAX 40% на 0,9%. Самый большой убыток наблюдался в добывающем секторе. За имедлением роста китайской экономики сырьевые товары подешевели. Парламент Германии одобрил соглашение о предоставлении Греции очередного кредита, из-за чего Atex Composite заработал 0,8%. Однако этого было недостаточно, чтобы поддержать европейские биржи. Индекс доллара США упал до минимума за 8 недель. По мнению участников рынка, замедление Китая может отдалить момент повышения ставки ФРС. В четверг мировые цены на нефть падали восьмую неделю подряд. Это самое длительное непрерывное снижение с 1986 года. Китай в июле текущего года увеличил импорт сахара на 72,7% по сравнению с июлем 2014 года до 485 тысяч тонн. Это может способствовать повышению котировок от их недавнего установленного 7-летнего минимума. По сравнению с июнем импорт сахара в Китае вырос в два раза. В пятницу котировки СОИ обновили 6-летний минимум из-за опасений участников рынка, что Китай уменьшит закупки на рынке. Между тем, сельскохозяйственное агентство ProFarmer ожидает, что производство СОИ в США в нынешнем сезоне составит 3,887 млрд бушелей при средней урожайности 46,5 бушелей на акр. Это меньше официального прогноза Минсельхоза США 3,916 млрд бушелей при урожайности 46,9 бушелей на акр. На этой неделе мы рекомендуем обратить ваше внимание на торговый баланс в Новой Зеландии, который выходит в среду, а также предварительный ВВП США в четверг. Одновременно будут опубликованы заявки по безработице, которые могут скорректировать планы ФРС по повышению базовой ставки в сентябре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова